Так, включил запись, сегодня у нас 16 апреля, Пасха, Христос воскресе, друзья. Вот, работать боюсь, многое сделано заранее, ну давайте просто пройдемся по саду, а может быть не такой уж это грех снять фильм, заодно предупредить. Ребята, в это время не делайте ничего, что имею ввиду. Не откапывайте снег, наоборот, не засыпайте, не подсыпайте, все равно не угадайте. В одном случае оголите землю, чтобы быстрее прогрелась, нарветесь на раннее просыпание и на морозы, или хотя бы во время цветения на заморозки. Не пилитесь деревья зимой, вот это уже у нас была весна, но вернулась зима ненадолго, на недельку. Вот, а это уже почти безобидная обрезка. Вот она, обрезка на моложение. Ну, раз я советую, начал, сказал, скажу бы, никогда не отрезайте, не слушайте этих специалистов, которые на глазах всей страны, от самого низу, вот так вот, от самого низу, и до вытянуться руки отрезают все ветки, подряд, режут, 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 10, 20, 30, 40, 50, и говорят, вот такие должны быть штампы, а ветки должны быть выше. А здесь наоборот, смотрите, дерево исполнилось 30 лет, оно давало плоды до 100-120 грамм. Оно создало, одно из тех, которые создали мне славу необыкновенную. Вот, посмотрите на него, все ветки целы, а выше обрезаны, это обрезка на моложение. Почему? Потому что мне нужны вот такие ветки, эти ветки нужны мне и вам. Это академик, это клон академик. Вот, посмотрите на эту ветку, на эту, им цены нет. Почему я их не отрезал и вам не продал? Да потому что они вам не нужны, оказалось, поэтому я перестал резать. Но начнется новый сезон, может быть, наших прибавится. Не всегда же мы так будем плохо жить. Тогда возродится интерес к садоводству. А раз он возродится, тогда вот эти ветки дадут приросты, новые ветки. Вот такие вот дадут ветки, вот видите, посмотрите, вот такие вот дадут ветки. На следующий год у них потребность может возрасти. Причем здесь их будет уже сразу 50 или 100. А это уникальные деревья. Даже у меня таких считано единицы. Рядом жердель, привитый на мажорский абрикос. И никогда не пропускал урожай, никогда не умирал. Вот, она молодая, ей 22 года, 23, 22, ну или 23. И она дала в этом году молодая, сейчас не видеть-то, господи, 40 йодер. Вот, и летняя была, была, видели, видели. Идем дальше. Вот интерес представляет вот такая вот. Это выросло из косточки. А косточка была, вот, не от этого, не от этого, а вот от этого. От супер абрикоса. Вот, посмотрите, какой он выглядит, бледный, да? Ужас. А вы знаете, такие раны нельзя заделывать. Я же из-за говорения, нельзя, наоборот нельзя. Вот, извините, что отвлекся. Вот, они вот так вот, раз, и продолжают плодоносить. Вот это вот, продолжает жить, развиваться. А вот эту, они как бы выделят, не обращают на нее внимания. Никаких замазываний, никаких заделываний. Дупло не заделывать, ничего не делать. Вообще, искусственные раны, да, замазывать. Естественно, раны нет. Ладно, опять это токсик, как всегда. Итак, оставил я из косточки. Думаю, а что же из тебя вырастет? Заранее брать черенки, вам продавать, это будет халтура. А вдруг плоды будут 26 грамм, а не 100 грамм. И даже не 50. Ну, что еще годик подождем. Как раз уже начинается время плодоношения. Вот, сейчас посмотрим, есть ли цветочные почки. Ну, в принципе, вот они, вот эти вот все мелкие. Вот эти вот. Это называется шпорс, а это уже плодовая. Вот. Печальная судьба постигла, у меня была настоящая, полноценная, полноценная малина под названием бабе лето. Ремонтантная. То есть, она один год только могла, то есть, один год она успевала вырасти, дать урожай, и урожай этот сохранялся, если его не трогать, до мороза. Вот. Ну что, где она? Нет ее. Вот так, как она бывает. Смотрите. Видите, вот случайно сохранилась. Вот весна придет, пересажу. Цены нет, но я отошел от дел, перестал заниматься этим. Вот. А Сергею некогда было. Он много чего не смог, не хватило сил. Ну, сидя на крайне, ну что ты сделаешь-то? Ну что? Поняли, да? Вот и получилось-то. Здесь целое. Малинник целый был. Не уничтожен, нет. Он пережил свой возраст, вот так скажем. Просто пережил свой возраст. С него брались вот такие приросты, вот такие вот. Видите? Вот это все свежее, вот смотрите. Вот. В прошлом году была вот эта ветка, она мертва. Вот она плодоносила. А в этом году будет плодоносить вот эта ветка. Вот она. Но что было, то было. Что было, то было. Малинник пережил свой возраст. Ну, наверное, еще надо походить и попасть в нам в плодопитовник. Почему? Сегодня праздник такой, что даже Сергей не решился прививать. Я прививал, молодой был, дурной, даже в такой день прививал. Бывали удачи, бывали неудачи. Я до сих пор не знаю, великий ли это грех, когда выращиваешь сады, не глядя в календарь, в церковный календарь не глядя. Вот видите, Сергею предстоит вот это все привить. Вот это. Вот. Вот это. Вот это никому не нужно, будет уничтожена делянка с банджурскими орехами, с саженцами. Ну, я бы посоветую снизить цену хотя бы до 300 рублей. Может, хоть чуть-чуть продастся, 5-10. Вот. Манджурский орех недооценен, не понят, не принят. Окружен брачной тайной, гу-у-у, вредитель. У меня там, вот отсюда видно. Вон он на журске, вот это. А там рядом с ним растут 2 груши мои. Почти такого же роста, 80-метровая. Вот. Вот как бы вам показать. Удальщаться неохота, мне тяжело ходить. Вот, смотрите, я сейчас приближу. Вот сейчас приблизу, приблизу, приблизу. Вот он, можете, да? Вот. От него рядом буквально. У них кроны летом смыкаются под урожаем. Манджурский орех дает предельный урожай. И груши дают 20-30, иногда 40 везер обе. А кроны сомкнулись. И все это, кажется мне, что кто-то когда-то, как всегда, ляпнул сдуру. И он теперь считается изгоем в садах. Ну вот опять, смотрите. А, кстати, привитые, видите? На две почки. Вот они, прививки. Вот. Почему не накрыты бутылками? Сейчас мы подъем бутылками. Я говорю, Сергей, я накрывал. А он говорит, я не могу накрывать, боюсь. Опасаюсь, потому что в горшках очень быстро высыхает земля. То есть рядом, там, в 10-20 сантиметрах от горшков земля влажная, в горшках уже сухая. И они погибнут, если накрыть бутылками. Вот. Ну что мне сказать на это? То есть надо тогда, если все-таки идеальный вариант, их три получаются. Первый накрыть, второй не накрыть, а третий накрыть, ну поливать чаще. А когда он будет поливать, а? Когда? Корновщик. Лучший садовод, один из лучших в России, работает корновщиком. Абсолютно невостребованные люди. Это точно так же, как Балжунов, некая-то, первый там, создал первый этот самый паровоз. Попо, первая радиостанция. Вот. Зорикин, первый телевизор. Вот. Кто у нас только не это самое? Королев в тюрьме оказался. А сколько еще таких, а? Вот. Можайский первый самолет. И последний. Ё-моё, как трудно жить в такой стране. О, что сделал Сергей? Отгреб, отгреб. Видите? Значит, завтра будет плевать. Это. Алло, слушаю. Ой, я сейчас фильм сниму. Короче, это, наверное, в обед где-нибудь, чуть позже. Где-то в обед. А как прикажешь? Я привык к женщине у нас главные, а мы только эти помощники родились, чтобы им помогать. Как прикажешь? Все, идет кино, нас слышат. Жду смс-ку, а сколько это праздновать. Ага, пока. Так. Всю жизнь был дамским угодником. Это мой принцип. Вот. Есть уже мужику. Это тоже по теме. Сегодня такой день. Надо радоваться, надо праздновать. Надо помогать друг другу. Вот. Я родился дамским угодником. Вот. Мне повезло. Я родился мужиком. Вот. Рожать не пришлось. Слава тебе, Господи. Эти самые. Родовой муки не испытывать. Не калечиться. Это любая рода, это калечили. Хоть они естественные, хоть еще страшнее с помощью этого со скальпеля. Вот. Какие эти самые. Как не повезло женщинам. Надо их боготворить. Ребята, их надо боготворить. Если мы будем боготворить женщин, они станут лучше. Они станут еще лучше. Вот. Еще раз говорю. Нам повезло. Вот. Надо думать о них с утра до вечера. Надо каждый день задавать вопросы. Себе. Чем ты можешь помочь? Потом звонить и спрашивать. Какая нужна помощь? Вот такая должна быть жизнь мужиком. Повезло же. Повезло. У них один день в году праздник, а у нас 365. Ну ладно, 364. Один вычеркнем, потому что там подожди надо дарить. Может быть, даже где-то стол накрыть. Я уж не готов, чтобы пропылесосить. Вот так, друзья. Я говорю искренне. Вот. А уж Пасху женщины должны радоваться. Ну, а мы так рады, что мы мужиками родились. Ну, давайте пока, друзья. Нет, не так, тему эту я прекращаю.